По городу прошла череда торжеств ко Дню Независимости. Звучат поздравления, к памятникам возлагают цветы. В обл. военкомате по случаю праздника поздравили бойцов, которые сейчас защищают территориальную целостность страны. А в кинотеатре Довженко и в драмтеатре имени Магара организовали праздничный концерт. Наши журналисты не пропустили ни одного мероприятия и готовы поделиться впечатлениями. Главный государственный праздник здесь по традиции отмечают с музыкой. По случаю Дня Независимости в кинотеатре имени Довженко поздравляют педагогов, работников соцсферы и общественников. Воинам АТО вручили медали и подарки. Среди тех, кто стоял на защите нашей страны на Востоке и боец 79-й аэромобильной бригады Михаил Еременко. Вспоминает, на службу ушел в прошлом году добровольцем. Признается, для него День Независимости праздник особенный. За эту независимость уже пролито очень много крови, отдано жизней. Его надо оценить, любить Украину, захищать ее. Притом это касается всех, мужского населения. От нас многое зависит в этой Украине. Очень важный для нашего государства праздник. Это, как мы считаем, день рождения нашего государства. И я искренне желаю всем нам, в первую очередь, конечно же, это мира и стабильности. Присоединились к торжеству и в обл. военкомате. Там рассказали, за время АТО на защиту нашей страны стали около 10 тысяч запорожцев. Большинство из них – добровольцы. И сейчас на сходе Украины десятки тысяч военнослужащих, Збройных сил Украины и других силовых структур отстают территориальную ценность нашей страны, отстают независимость нашей Украины. Наши защитники Ветчизны делают все для того, чтобы в Украине был мир и спокой. Пожелания мира звучали и в театре «Магарам». С торжественными речами к запорожцам обратилось руководство области. Наши дяди, наши пращеры веками боролися за независимость нашей Украины. И сегодня, на жаль, мы не только святкуем независимость, а и воюем за целесность и за право жить в едином, недалимом Украине. Празднества в Запорожье продолжаются. Серию патриотичных акций уже подготовили местные волонтеры. Масштабные торжества пройдут в Дубовой роще, на каскаде фонтанов «Радуга» и перед зданием обл. администрации.